В общей сложности в перечне без малого 200 лекарств. В преамбуле письма врачам рекомендуется, цитата, «учитывать эту информацию при назначении препаратов, используя в том числе иные схемы лечения». В списке представлены почти все категории. От детских жаропонижающих, вакцины слабительных, до антибиотиков, противогрибковых, противоопухливых препаратов и лекарств для терапии ВИЧ-инфекции. Весь этот список опубликован на сайте издания холод.медиа. Часть из упомянутых препаратов снимаются с производства в связи с появлением более современных лекарств, как, например, в случае с некоторыми препаратами от ВИЧ. И в этом случае повода для беспокойства меньше всего. Но в целом эксперты оценивают ситуацию пессимистично. Особую тревогу, по мнению журналистов, вызывают несколько антибиотиков из списка. Их используют в терапии тяжелых инфекций, вплоть до сепсиса, когда они буквально спасают жизнь пациентам. При этом эффективных аналогов этим препаратам на российском рынке пока нет. Вы поймите, что ВИЧ, там типа 5 позиций по ВИЧ, уходят плохие препараты, но в основном это лекарственный список хороших препаратов, которые активно используются людьми для лечения огромного количества сопутствующих других заболеваний. И в этом, скажем, структуре этого списка, там препарат по ВИЧ, это вообще совершенно не проблема. Бог с ним, не будет видокса, и всем только лучше будет. Но вопрос исчезновения там ряда форм, касательно в неврологии, да, для лечения болезни Паркинсона, для лечения ряда других заболеваний, вот это критично. И вот это ужасно на самом деле. В случае с большинством препаратов, о которых идет речь, фармацевтические компании просто сворачивают производство. И дело не в санкциях и перебоях сырьем. Фармацевтика не включена ни в один из санкционных пакетов США и Евросоюза именно по гуманитарным соображениям. Неизвестно ни об одном ушедшем с российского рынка крупном производителе таких товаров. Чаще всего дело в российском регулировании. Для препаратов из правительственного перечня жизненно необходимых устанавливаются предельные отпускные цены в рублях, которые никак не синхронизированы со скачками валютных курсов. В результате на фоне падения российской валюты производители встают перед выбором продолжать продавать по таким ценам себе в убыток или уходить с рынка. И все чаще выбирают последнее. Российские аналоги к дефицитным лекарствам иногда отсутствуют в принципе, а иногда имеются. Но при сходной эффективности пациенты любой ценой стараются их избегать из-за более тяжелых побочных эффектов. Техническое превосходство иностранной фармакологии перед российской проявляется в самых разных аспектах. Если вы положите, например, таблетку по дженерическую форму, производимую в России с оригинальным препаратом, вы увидите, что это таблетка раза в два больше, чем оригинальный препарат, потому что в России отсутствуют специальные прессы, которые позволяют уменьшить таблетку для маленьких, скажем так, размеров. Соответственно, таблетки, которые принимают дженерические формы, они значительно больше. Что, скажем так, опять же не критично, но вопрос, вы пьете либо маленькую таблетку, либо вы пьете очень большую таблетку, да, если это критично, ну, это может быть критично для некоторых людей. Судя по тому, что говорят опрошенные зданием врачи, во многих случаях препараты из списка уже отсутствуют в государственных больницах, но еще какое-то время будут доступны в частных. Дальше полная неизвестность. Отчасти надежды возлагаются на индийские и китайские дженерики, но насколько они оправдаются, пока не ясно. В крайнем случае действующее российское законодательство разрешает возить в страну какие угодно препараты, в том числе вовсе не зарегистрированные в России, но только для личного использования. Это резко сужает возможности заказать за рубежом даже относительно недорогое лекарство с курьерской или почтовой доставкой. Известны прецеденты, когда больным или их родственникам приходилось летать за препаратами лично.